Исторически подтверждённое присутствие Православной Церкви на Филиппинах сегодня поддерживает и развивает епархиарные миссии. В летопись утверждения веры в Юго-Восточной Азии появились новые миссионерские страницы. Их заполнил во время визита на Филиппины в феврале 2023 года управляющий Филиппинско-Вьетнамской епархией митрополит Павел с делегацией духовенства Эмирян Югры. Из-за пандемии управление епархией последние годы велось дистанционно. Но планомерная работа по разведению новых храмов и созданию общин не прекращалась. Сегодня на Филиппинах более 30 приходов. Число священнослужителей за время визита Владыки Павла существенно увеличилось. За всю эту поездку трёхнедельную я совершил 8 хератоний. То есть практически увеличил количество духовенства почти на 100%. Важнейшая миссионерская составляющая – адаптация богословерных текстов и священного писания к одному из родных языков филиппинцев – сибуана. Первый православный мальтвослов на сибуанском языке помог издать президент литературного фонда «Дорога жизни» Дмитрий Мизгулин. Мальтвослов мы издали специально, учитывая такой влажный климат достаточно, логоустойчивую обложечку, подобрали в логоустойчивую страницу, чтобы люди могли долгие годы возносить хвалу Господу Богу нашему за все его благодеяния. Вопросы становления и развития филиппинской епархии обсудили с владыкой Павловым на епархиальном собрании в храме Рождества Пресвятой Богородицы муниципалитета Аракан. На сегодняшний день в составе филиппинской вьетнамской епархии уже 36 приходов. Число в духовенстве епархии неуклонно растет. На епархиальном собрании духовенства мирян образованы новые благочинения приходы, приняты решения об образовании епархиального отдела по теременному служению и молодежного отдела. Если человек поверил, то он относится очень, скажем, бережно к вере, очень строго, ответственно. Народ такой открытый, доброжелательный. Широкий круг вопросов развития российско-филиппинских гуманитарных контактов обсуждался управляющим филиппинско-вьетнамской епархией с мэрами городов Давао и Манилы, послом Российской Федерации и Республики Филиппин. В числе наиболее значимых обсуждаемых вопросов выделение земель для проектов расширения и укрепления миссий Русской Православной Церкви на Филиппинах. Вопрос решали выделение участка земли под строительство духовно-просветительского центра с храмом, ну и для других служб, скажем, и культурного обмена. К острову Тубабао во время визита митрополита особое внимание. Здесь будет построен храм в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского. На острове прошел один из важнейших этапов его служения. Острове Тубабао на сегодняшний день мы приобрели участок земли, вот поэтому планируется строительство храма-часовни на этом месте. И, конечно же, увековечивание памяти, кто отошел ко Господу в то время пребывания, скажем, нашей миссией, которая была с святителями Иоанном Шанхайским. Появилась в филиппинско-вьетнамской епархии и первая монахиня. Владыка Павел совершил первый в истории православия на Филиппинах монашеский постриг инокини Марии Буньел с наречением имени Ольга в честь святой равноапостольной княгини Ольги. Чинопоследование состоялось в храме святой блаженной Матроны московской города Давау. Есть надежда, что пока, может, при миссии она будет, со временем, может, даст Бог, и соберется и подворье архиерейское, а потом уже преобразится в монастырь. Православная миссия в Юго-Восточной Азии развивается планомерно и перспективно. В этом помогают и русское духовенство, и местные власти. Но главный путь к становлению церкви здесь должны пройти место священнослужителей. Именно им нести просвещающий свет Христов жителям Филиппин и Вьетнама. А с искренней верой и Божьей помощью возможно все.